Всем привет, с вами Роман Кляузов, и это канал Moments of History. Очередная личность, очередная история. Такую противоречивую личность мы еще не брали. Сразу хочется оговориться, мы не поддерживаем взгляды данного персонажа. И еще много чего, все будет в дисклеймере, который будет прямо перед этим роликом, потому что у нас сегодня история Бенито Муссолини. Устраиваемся поудобней и начинаем изучать Дуччи. Поехали! Бенито Амилькоре Андреа Муссолини. Полное имя будущего диктатора Италии, который родился в 1883 году и получил свое имя Бенито в честь мексиканского реформатора. Его отец очень увлекался политикой, хотя был не очень образованным, и говорит, вот сына так назовем. Отец Муссолини был кузнецом, чем, собственно, и зарабатывал на жизнь. И в детстве Муссолини как раз таки будет помогать отцу. Мать была учительницей и такой ярой католичкой. Прямо все, католицизм должен быть в семье. Это, как некоторые утверждают, и привело к тому, что Муссолини будет атеистом. Хотя это тоже не точно, потом поймете почему. Отец был социалистом, и, естественно, под влиянием отца Муссолини, что сделал, тоже стал социалистом. И будет он социалистом очень долгое время. Про интересные факты скажу вам попозже. Муссолини был очень талантливым ребенком, очень быстро развивался, скажем так. Значит, он в 4 года уже научился читать. В 5 лет он играл на скрипке. Ну, в общем, круто. Его отправили в школу. Несмотря на то, что семья жила не особо богата, на школу денег у них хватило. Отправили его в школу в такую, достаточно, ну, с серьезными рамками. И что вы думаете, такое первое его происшествие было, когда он мальчика старшего возраста пырнул ножом. Сначала мать уговорила, значит, священника, который руководил этой школой, Муссолини не отчислять. Но его характер не менялся, ничего лучше не становилось. Его в итоге перевели в другую школу. С этого уже момента стала за ним наблюдаться такая злопамятность определенная, да, жестокость даже где-то. И желание, и главное умение управлять людьми и их контролировать. Я могу сделать плохо тем, кто жесток со мной, причинить им боль, если захочу. В самом начале 20 века Муссолини вступает в социалистическую партию. А через год, в 1901, после окончания учебы, он устраивается учителем младших классов, вступает в партию и занимается там активной деятельностью. Более того, он начинает заниматься журналистикой. А в журналистике у него был талант. Он, на удивление, легко умел писать. То есть он писал много и прям вот направо-налево. Очень просто ему давалось. Он мог написать все обо всем всегда, в любой момент. Сел, написал, опубликовал. И самое главное, все было понятно. То есть он писал понятным языком для любого человека. И это принесло ему большую славу. Он будет работать в разных редакциях, социалистических, там и не только, где будет писать свои статьи и привлекать к себе внимание людей. Чтобы избежать службы в армии, он в 1902 году эмигрирует в Женеву. Там работает каменщиком, а иногда даже, когда не было работы, он бродяжничал. Но среди итальянских эмигрантов он выделялся тем, что умел читать, писать. И, в общем, все умел, был образованным. И это ему, опять же, помогло пробиться в определенные круги. Именно там он повстречается с Владимиром Ильичом Лениным. Да. Который, кстати, будет о нем отзываться очень-очень позитивно. Об этом мы еще тоже скажем. По запросу Италии Муссолини будет арестован, привезен обратно в Италию. И ему придется идти на службу в армию итальянскую, где он будет служить. Вообще, будет у него несколько таких моментов. Это, собственно, служба обязательная, где он два года отслужит. Все его будут хвалить, говорить, какой он, значит, исполнительный, классный, молодец, короче говоря. И потом, во время Первой мировой войны, где, ну, как бы, он тоже будет себя проявлять. После армии он возвращается работать учителем, а потом становится заместителем директора. Да, то есть получает уже управленческую должность. Журналистику он не бросает, параллельно он пишет статьи, где критикует правительство итальянское. И он получает в это время прозвище «маленький вождь». Потом, когда он подрастет, скажем так, когда он, да, захватит власть в Италии, «маленький» отпадет и будет просто вождь, дуча. Как и любой политик оппозиционный того времени во всем мире, он неоднократно сидел в тюрьме. Но, правда, не такие большие сроки, как были у некоторых, там, в частности, в Российской империи, да, но, тем не менее, он попадал туда и из-за статей, и из-за бастовок, которые он организовывал. В общем, посидел. Муссолини был против войны изначально, войны, которую хотело вести итальянское правительство. Всячески эту войну осуждал, ну, потому что империализм воюет, а для социалистов, для простых людей эта война не нужна. Но, когда началась Первая мировая война, Муссолини начал писать о том, что надо идти воевать. И тут же его вызывают в партию и говорят, типа, это что такое? Вот, он объясняет, что, ну, как бы, слушайте, там у нас, как бы, Австрия, там у нас, как бы, Германия, если они сейчас выиграют, то нам вообще трындец. Да, поэтому нам надо идти поддерживать страны, значит, вот, типа Франции и Англии. Его из партии выгоняют, естественно. Вот, но он не отчаивается, начинает ездить по стране и публично, значит, призывать к тому, чтобы идти воевать. И сам, собственно, в армию-то и пойдет воевать, где, опять же, будет, ну, скажем так, отмечен, да, он будет всегда самым первым на передовых позициях выбегать из окопов и кричать за Великую Италию. После Первой мировой войны Муссолини понял, что социализм, все, социализм умер. Поэтому надо что-то другое. И в 1919 году Муссолини создает национальный союз борьбы, который потом будет называться фашистской партией. Чтобы победить на выборах, чтобы попасть в парламент, В 1921 году Муссолини и его партия поддерживают либералов, которые получают, в общем-то, победу, и фашисты вместе с ними попадают в парламент. После чего Муссолини начинает осуществлять деятельность по тому, чтобы убрать всех лишних из парламента, и в итоге король Италии назначает его премьер-министром. Как же так получилось? В 1922 году Муссолини собрал своих сторонников, которые получили название чернорубашечники. Ну, понятно, все в черных рубашках, логично. И они решили устроить марш на Рим для захвата власти. И как бы правительственных войск было бы, конечно, больше. Но король Виктор Эммануил III решил, что, в общем, не нужно вступать в бой. Не дай бог сейчас гражданская война, поэтому что он делает? Он зовет Муссолини к себе, с ним договаривается, назначает его премьер-министром, и они вместе, вдвоем встречают фашистские войска в Риме. Вот это решение проблемы. Да, зачем подавлять бунт, если можно бунтовщика посадить премьер-министром? Муссолини начинает формировать правительство, естественно, и начинает действовать, постепенно вводя те законы, которые, в общем-то, сделали бы так, что фашистской партии останется одна. Классика. Первый закон — это закон Очерба, который подразумевал, что партия, набравшая как минимум 25% голосов, получала 66% мест в парламенте, а остальные там по остаточному принципу. И, собственно, фашисты эти места заняли, а потом потихонечку партии все начнут запрещать. Как бы тоже ничего нового. Муссолини сам по себе занимался в парламенте всем. Всем. Значит, он возглавлял несколько министерств, был еще премьер-министром, а потом просто взял и стал заниматься вообще всем. То есть, да, был король, но король ни на что не влиял. Парламента как такового, по сути, не было. Да, была фашистская партия, был Муссолини во главе, и все. Как я уже вначале сказал, человек Муссолини был достаточно противоречивый, и это касается в том числе и вопроса расизма. Потому что сам же он говорил, что расистом стал в 1921 году, при этом он сам говорил, что раз как таковых не существует чистых, и вообще то, что Гитлер предлагает, это полная шляпа. Вот, и как вы будете мерить арийцев, непонятно. Вот, при этом он был крайним националистом, да. То есть, он желал возродить Священную Римскую империю, Великую Италию, да, что итальянцы круче всех. Но вот с расизмом тут вопрос. Да, вроде бы как бы да, но вроде бы как бы расы чистых нет. И вообще, почему по расам мы должны считать людей? То есть, у него, вот, его взгляды менялись постоянно в одну или другую сторону. Наверное, в зависимости от того, что было выгодно, или в зависимости от того, что нужно было говорить в тот момент. Потому что изначально он и Гитлеру не симпатизировал, и говорил, что Гитлер вообще козел. Вот, а потом как-то они союзниками стали, но об этом мы еще скажем. Как и на любого диктатора, как и на любого лидера, как и на любого революционера, на Муссолини были совершены покушения. Их было несколько. Некоторые покушения предотвращались заранее. То есть, например, человек в отеле сидел, готовился, и его накрыли. Да, некоторые реально стреляли, там, вот, ему в нос попавила пуля, например. Да, то есть, покушения было, их было много, но, как бы, от чего еще хотели. Да, из-за этих покушений, естественно, Муссолини создал себе свою маленькую гвардию, которая его защищала. Очень важный вопрос, который пытался решить Муссолини, это экономика. Потому что, ну, после Первой мировой войны с экономикой в Италии был не очень, а потом не очень будет, и после Великой депрессии, которую Европу, естественно, тоже коснулось. Так вот, в экономическом плане Муссолини действовал. И считается, что некоторые его решения были действительно очень крутыми и действенными. Самая ранняя из его известных программ, да, называлась «Зеленая революция», при которой было построено 5000 новых ферм и строились новые города, конкретно для сельского хозяйства. То есть, мы строим город, да, специально для того, чтобы там, в общем-то, поднималось сельское хозяйство. В 1928 году Муссолини утверждает программу комплексной мелиорации земель. Значит, он осушает очень много болот и переселяет туда бедных крестьян, которые, естественно, начинают заниматься сельским хозяйством. Это дает большой, большой, как это называется, да, большой прибыль. Строятся, естественно, новые города, а за 8 лет, вот с 22 года, как он пришел к власти, чтобы вы понимали, число больниц, да, и, ну, вообще, клиник увеличилось в 4 раза. То есть, да, социальная сфера, но он же, как бы, высший социалист, поэтому, в принципе, логично, да, вот он на это сделал упор, ну, это круто. Также с экономическим спадом он боролся, еще введя программу «Золото для Родины», где, значит, состоятельные граждане могли отдавать свои украшения, которые потом переплавляли и, в общем-то, делали слитки золота для того, чтобы выливать это все в бюджет. Во внешней политике, как я уже говорил, Муссолини от пацифиста пришел к такому ярому националисту, который хотел восстановить большую-большую Италию, да, Средиземноморья создать, да, вот где, значит, Италия у нас будет жить и развиваться, именно поэтому будет завоевание Эфиопии, контроль Албании и много-много чего еще. Рядом с Италией относительно, как вы знаете, существует такое государство, как Испания. И вот в Испании в 1936 году начинается гражданская война. С одной стороны, как бы, коммунисты могут к власти прийти, с другой стороны, есть генерал Франко, тоже фашист, и Муссолини вместе с Гитлером, по сути, помогали Франко в борьбе, в гражданской войне, потому что боялись, что к власти придут коммунисты. И, как мы знаем, как вы, надеюсь, тоже знаете, а если не знаете, то теперь узнали, что Франко одержит победу. Муссолини очень долго не любил Гитлера. И это начинается еще с 30-х годов, в том числе с попытки Германии захватить Австрию. И вообще, Муссолини отзывался о Гитлере следующим образом. Цитата. «Этот назойливый человек, этот Гитлер, существо свирепое и жестокое. Он заставляет вспомнить Аттилу. Германия так и осталась со времен Тацита страной варваров. Она – извечный враг Рима». Отношения и дальше, в общем-то, не особо были хорошие. Гитлер пытался наладить отношения, звал представителей Муссолини к себе, потом звал Муссолини. И, в общем, в итоге тому пришлось согласиться, он приехал в Германию. А Гитлер там уже развернул во всей красе все свое нацистское непонятно что. Вот это войска, приветствие, дисциплина, парады. И все он это начал демонстрировать в Муссолини. И Муссолини такой «вау, ничего себе». И цитата меняется. «Итальянский фашизм обрел наконец друга, и он пойдет со своим другом до конца». Прошло три года. При этом, несмотря на то, что Италия и Германия стали союзниками, Муссолини все время будет бояться воевать. Особенно, когда начнется Вторая мировая. Он будет постоянно все время что-то оттягивать, откладывать и так далее. Потому что армия будет не готова, потому что Италию мало интересует Польша и Советский Союз. И вообще Муссолини считал ошибкой идти воевать в том направлении. Его интересовало больше местное. Его кухня – это Тунис, в общем, север Африки. Это Греция и так далее. Италия, Грецию, кстати, вместе с Германией Италия завоюет. Начало войны Второй мировой для Италии выдалось достаточно успешным. То есть завоевание в Африке, война там. Но постепенно, постепенно союзники, точнее противники Италии и Германии, начнут воевать с итальянцами. Итальянцы начнут терпеть поражение за поражением, пока дело не дойдет до Сицилии. Муссолини попросит Гитлера помочь в Сицилии, но у Гитлера в 43-м году будет Курск, и борьба там будет, в общем-то, не до Италии. И поэтому итальянцы останутся без поддержки. И к этому году, к 43-му году, в верхушке фашистской партии сложился заговор против Муссолини. В числе заговорщиков его родственник в том числе присутствовал. И Муссолини в итоге был свергнут. Муссолини был арестован, по стране прокатились антифашистские митинги, фашистская партия была расформирована, и как бы Италия вышла из войны, и из-за этого Италию оккупировала Германия. Муссолини был освобожден немцами и хотел было уйти на покой, чтобы его никто не беспокоил, у них там со здоровьем уже были проблемы. Но Гитлер говорит, нет, привезите ко мне этого товарища, ко мне. Гитлер пригрозил Муссолини, что если он не вернется в Италию и снова не возьмет власть, то он разрушит крупные города, такие как Милан, Гену и так далее. И, в общем, Муссолини вернулся, создал социальное государство, пытался управлять этим всем делом, но, в общем-то, не задалось. В 45-м году Муссолини приезжает в Милан, пытаясь там, значит, организовать сопротивление, а в итоге ничего не получается, Муссолини приходится уезжать, и чтобы его не узнали, немцы переодевают его в форму, но партизаны узнают Муссолини, арестовывают его и ближайших его соратников, и убивают, после чего вешают кверх ногами, и вот так вот Муссолини и еще несколько человек будут висеть. С телами тоже там полная неразбериха, их будут и хоронить, и перехоронить, и, в общем, там потом повесят еще раз, потом что-то изжигать будут, и похоронят сначала его в безымянной могиле, потом его, сейчас он, значит, захоронен там в фамильном уже склепе, скажем так. В общем, даже умереть человеку по-человечески не дали, вот, но, с другой стороны, от чего он ожидал. Ну что, интересные факты? Бенито Муссолини, чем только своей жизнью не занимался. Он занимался фехтованием, значит, лыжами, плаванием, интересовался футболом. Его любимая команда была Болония, и она шесть раз в его правлении стала чемпионом Италии. Потом он посещал в Риме игры Лацио, потом создали команду Рома, он стал посещать игру команды Рома. В общем, интересовался спортом, и спортом занимался, но он был достаточно физически развит, и почему бы нет. В разные периоды Муссолини по-разному оценивали разные деятели, и считается, что о нем высоко отзывались. И Черчилль, например, в том числе. Вот эта история с телами, перехоронениями и так далее, связана иногда с тем, что Черчилль, значит, у него была переписка с Муссолини, и могли остаться эти письма, а Черчиллю очень не хотелось, чтобы письма его и Муссолини оставались, потому что они бы тень на него бросили. Про Черчилля, кстати, можете ролик тоже посмотреть, у нас на канале есть. Ленин, как мы уже сказали, с Муссолини виделся, и Ленин его очень высоко ценил. И когда он встретился с социалистами и узнал, что Муссолини среди них нет, он сказал, что «А где же Муссолини? Почему вы его потеряли?» Более того, Ленин сказал, что именно из-за того, что вы потеряли Муссолини, вы не сможете его вернуть и захватить власть. Но так и вышло. Муссолини создал свою партию и захватил власть. Как мы уже сказали, он с самого детства был достаточно развитым, талантливым, и кругозор у него был достаточно большой. И он, когда писал произведение в 1913 году, он написал брошюру, которая называлась «Праведный Ян Гус». Ян Гус – это в Чехии был такой первый человек, который выступил против католической церкви за то, чтобы в Чехии богослужение шло на чешском же языке, и он, собственно, был за свои взгляды убит. Бывает, что когда развивается культ личности, или даже не развивается, а без человека, культ личности происходит без его желания, очень часто любят переименовывать города или переименовывать еще что-то. При Муссолини такого не было. Он был против этого. Единственный город, который в честь него был назван, это город, который он сделал сам. Муссолини был женат дважды, причем первый брак, после того, как он вступил во второй брак, первый брак скрывался, его первую жену отправили в психиатрическую клинику, а сыну запретили рассказывать, что он сын вождя. При этом Муссолини был, у него было еще очень много женщин, он был, ну, короче, плохо так, нельзя, короче. Изменял он своей жене, гулял направо и налево, вот, плохо. Под конец своей жизни, в последнем свое интервью, Муссолини признался, что капиталистов он не до конца истребил в стране, поэтому, значит, заговор против него и сложился. Муссолини сказал, что воевать с Советским Союзом было большой ошибкой, вообще надо было Советский Союз на свою сторону привлекать, чтобы воевать с Францией и Англией, а еще он сказал, что теория расизма полная чушь, и мы к этому присоединяемся, и вот эта вот отсталость славян и всех остальных, это все плохо. Ну, может быть, под конец жизни он осознал свои ошибки, ошибки своей теории, хотя расовая теория все-таки это больше Гитлеру, вот, но, тем не менее, признавать ошибки тоже надо. Вот такая неоднозначная личность у нас сегодня, Бенита Муссолини, дуча фашизма. Что сказать? Человек, заслуживший почтение в Италии, хотя к нему до сих пор относится логично, двояко, вроде бы и политика его была где-то хорошей, но вроде бы и наоборот, и вот эта вот дружба с Гитлером, при этом не дружба с Гитлером, вот эта борьба постоянная за власть, отстранение тех или иных людей, несмотря на то, что даже Муссолини религию привлек на свою сторону и признал официально Ватикан, это все не оправдывает его каких-то поступков, его мыслей и действий. Но о таких персонах тоже надо говорить, о них надо знать, и чтобы не пропускать таких персон дальше, нужно подписаться на канал, на социальные сети и учить историю. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова